Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 15 том, вопрос 2985. «Не у всех же может быть такое разовое, обнезапное обращение ко Христу, как у апостола Павла, а человек, может быть, годами приходит к осознанию истины», отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. «Пока он подходит к этому осознанию, значит, еще и не родился. Рождение свыше – разовый акт. Есть и такие в общине». Цитата. «О вере в Бога начал задумываться после 35 лет. У нас в семье Бога не почитали, хотя все были крещеные. Одна только бабушка, мать моего отца, была верующая. У мамы родители тоже были верующие. Я вырос, как и большинство моих сверстников, воспитанным в духе атеизма. Дома отвечали все гражданские праздники, спиртной было обязательно. С детства привык к матерной ругани, покуривал тайком, но потом в армии все это утвердилось. По возвращении из армии курил редко, а дома никогда не курил, почему-то стеснялся. После 30 лет курить вообще бросил и больше не тянуло. Наверное, постоянный запах табака в доме опротивил. Отец много курил. А вот выпивал я часто. Не раз хотел как-то изменить свою жизнь. Немного занимался спортом, бегал, ходил на лыжах, коньки, гимнастика. Но все это мало помогало по причине многих поводов к застолью. В 90-х годах стали чаще говорить о церкви. Больше стало появляться духовная литература. Свободно продавалась Библия. Мама иногда говорила, что надо бы и мне покреститься. А я не понимал, зачем мне это надо. Однажды по телевидению я смотрел выступление Николая Загайнова, кажется, пятидесятника. Он говорил о Боге, о вере и осуждал Кашпировского, тоже выступавшего в то время по телевидению, которого мы всей семьей смотрели. Выступление Загайнова меня тронуло. И даже молитв-отче наш записал под его диктовку. Это была первая моя молитва, которую я выучил. Через некоторое время купил Библию для детей и прочитал ее два раза. Учение прошло с ней по душе, и я решил, что обязательно нужно креститься. Купил и Большую Библию, но она оказалась мне не по уму. Много было непонятного и без картинок. Читал книжку о правилах поведения в храме. Выучил символ веры, Богородице, Деву Радуйся. Еще несколько коротких молитв. Начал соблюдать постные дни. Как-то зашел в крестильное отделение Покровского собора. Узнать о правилах принятия крещения. Был это в середине девяностых годов, в конце января, пятницу после обеда. Женщина, которая там была, сказала мне, что креститься можно хоть сегодня. Коротко побеседовала со мной и велела подождать батюшку. Я купил у нее крестик и несколько брошюрок по ее совету. Пришел батюшка, также коротко поговорил с нами. Кроме меня был еще один мужчина. И допустил к окрещению. Мы уплатили деньги в кассу. И над нами было совершено таинство крещения с обливанием головы водой. Вернувшись домой, я сказал, что принял крещение, стал христианином. Отец, расспросив, сказал, что крещение неправильное, нужно, чтобы всего в воду окунали. Мы поспорили. Разве священник не знает, что делает? На следующее утро я пошел на богослужение. Страшновато было, потому что никто в храм не заходил. Никогда в храм не заходил. Только в детстве, когда отпевали бабушек. Смотрел, как ведут себя другие люди, и старался подражать. И в этот день я впервые причастился. Далее старался каждый выходной бывать в храме. Но так продолжалось недолго. Я стал ходить через неделю, через две, потом через месяц. Кто меня видит? Приду наиспить, покаюсь. Опять «возревную» в кавычках. Ненадолго. Конечно, положительные изменения тоже произошли. Стал сдержаннее. Язык не распускал. Читал духовную литературу, газеты церковные. Но временами бывали срывы. Так продолжалось года полтора. Я нашел свое место в кавычках в храме. В правом пределе, с правой стороны. И всегда там становился. Стал обращать внимание на людей с бородами. И в поясах, которые после службы кучуковались у ворот. Они были похожи на старообрядца. Но те в наши храмы не ходят. Один из них как-то подошел ко мне на улице. Это был Виктор Андреевич. И сказал, что я напоминаю ему его знакомого. Я ответил, что он ошибся. Он сейчас что-то сказал и спросил. Да так вижливо вкратчика, что сразу что-то заподозрил. И ушел из правого предела. Однажды увидел в церкви Татьяну Капустину. Бывшую соседку по дому. Мне уже говорили, что с ней что-то неладно. Да я сам видела ее летом в длинном платье и в плотке. Сначала я избегал встречи. Но потом все-таки решил расспросить. Она обрадовалась, увидев меня в церкви. Мы пошли домой пешком. И она мне всю дорогу рассказывала об их общине, об Игнатии Тихоновиче, о деревне, лагере. И пригласила на занятия в октябре. Это было летом. Я снова стала приходить в правый предел Покровского собора. И если домой шли с Татьяной, она мне рассказывала о правильной подготовке к крещению, церковном порядке и много еще чего, что было мне непонятно. В октябре 1996 года я первый раз пришел на занятия. Послушав Игнатия Тихоновича, понял, что ничего толком не знал о православной вере. Понял, что прежде чем принимать крещение, нужно изменить свою жизнь, отбросить всемирские привычки, противные учению Христа. А это очень тяжело. Сначала я охотно посещал занятия, но потом как-то охладел, долго не ходил. И Татьяне сказал, что больше ходить не буду. Тут мне позвонил Игнатий Тихонович, строго поговорил со мной и сказал, что если я сегодня на занятия не явлюсь, то мы будем делать соответствующие выводы. Я понимал, что он прав. Пошел на занятия, попросил прощения и стал далее изучать Слово Божие. На втором году занятий Татьяна начала намекать, что пора бороду отращивать. Меня даже мороз пробрал таких мыслей. Я читал материалы о бродобретии и соглашался, что мужчина должен быть с бородой, но только не я. Когда Игнатию Тихоновичу отдали дома на Ползуново-6, он попросил всех, кто может приходить, обустраивать их. Это казалось членом общины. А я не знал и не спросив разрешения, пришел на другой день на Ползуново. Там был один Володя Сиротин. Он пропиливал дверной проем. А я стал работать на месте алтаря. Потом мне Игнатий Тихонович выговорил за это и сказал, что без его ведома туда не ходил. Так первый раз я пришел на Ползуново. Когда начались богослужения на Ползуново, я попросил разрешения побывать на них. Мне разрешили, но нужно было отпускать бороду, а я не мог представить себя с бородой. Отец говорил мне, что в роду у них бороды редкие и некрасивые. Я колепался, мучился, тянул время, а Татьяна теребила меня, все время поглядывала на мой подбородок. Наконец, я собрался с духом. 21 декабря 1997 года, день рождения отца, последний раз побрился. Долгое время ходил подавленный. Стал посещать богослужения на Ползуново. К поясу тоже долго не мог привыкнуть и, приходя домой, сразу же снимал его. Через некоторое время увидел, что борода растет неплохая, немного успокоился и начал втягиваться в новую жизнь. И тут опять мне захотелось все бросить и уйти. Я пропустил несколько богослужений, но Игнатий Тихонович поставил вопрос ребром «Или ходи постоянно, или отойди от нас». Я понимал, что таких наставников, как Игнатий Тихонович и батюшка Яким, нигде не найду. Да и причин особо к не посещать церковь и занятия не было, разве что лень. Я возвратился, опять попросил прощения и уж больше без причин не пропускал ни службы, ни занятия. Подал заявление в оглашенные, выполнял некоторые поручения, помогал в обустройстве храма и двора. В июле 1999 года меня допустили к окрещению, и батюшке Яким дополнил таинство крещения полным троеккратным погружением в озере поселка Потеряевка. В последующие годы я старался соблюдать все церковные постановления и порядок, установленные в общине. Участвовал в хозяйственных работах, помогал коменданту храма Надежде Павловне Егоренко, а когда она умерла, Игнатий Тихонович предложил на ее место назначить меня. У меня, конечно, особого желания не было, но как мог, начал выполнять эти обязанности. Оглядываясь на свою проделанную работу, нахожу ее далеко от удовлетворительной. И продукты портились, и огород в запустении каждый год. Хотелось бы, чтобы храм был похож на храм, и много еще чего бросается в глаза. Поэтому, когда кто-то хвалит меня за работу, мне это не очень приятно, потому что хозяин-то никудышный, да христианин тоже, так, только немного дым идет, а жару нет. Криковцев Михаил Петрович 61-79-25 Евангелие от Марка, 5 глава, 4 стих Потому что многократно был он скован оковыми и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Евреям, 6 глава, 7 по 9 стихи Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произрастающий злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Стихотворение Недоступный для кошек высокий чердак и не моя, как будто вина, недосмотр. Мышина слышна возня, чехарда, на письменный стол так и сыплется ссор. Так кто ж виноват, что граница открыта? С кого будет спрос за раскрытые двери, что вместо вечери свиной корыто? Такая утечка, такие потери. Мы душу не можем свое оградить от Лены Заморского адских миазмов. Не видим, что внукам грозит впереди, какой интернет им подбросит заразы. Обезопасит нас милость Христа. Предупреждение в Библии грозный. Для жизни Он дал нам небесный устав. Его никогда изучить нам не поздно, изучить нам не поздно. Советы священника, близких друзей предохраняют от скрытых провалов. Небрежный, сонливый и ротозей как бы нечаянно пропасть сорвались. Грехи на подходе суметь обнаружить, от искушений искусно сокрыться. Поддаться искусу, что может быть хуже. Двуногие волки страшнее, чем крысы. Водительство духом святым есть гарант. И в крестном знамени слава Господне. Прозрительность он да усилит сто крат. К победе над пулчищем сделает гордым. Еще на подходе, еще до рассвета. Заставы, граница не спят на чеку. Пальцы к лбу, а не с пистолетом. Направо, налево, к плечу, не к виску. Еще вдалеке и еще издали. Разглядывать замыслы вражьи так важно. Молитве слезны, чтоб искры залить, обезопасить чердак двухэтажный. Игнатий Лапкин, 2006 год. Субтитры Продолжение следует...